Добрый вечер, уважаемые любители волейбола! Сегодня Нижегородский АСК в рамках 13-го тура мужской волейбольной суперлиги Пари принимает Динамо Ленинградской области города Сосновый Бор. Благодаря нашему календарю команды натыкаются серийно на лидеров. И вот как раз у Ленинградской области была просадка по играм, когда они встречались с Новосибирским Локомотивом, с Москвой, с Казанью они им, соответственно, уступили. И еще довольно неожиданно уступили Газпром Югре в гостях. Но последние четыре игры в игре также одержали победу в последнем туре над Факелом и перед этим над Шахтером в гостях. Демонстрирует Сосновый Бор прекрасную защиту, как раз фрибол Нижегородцев. На этот раз не получается сняться, будет еще одна атака у скримовой, стерп из зоны. И попадает, наверное, здесь в площадку Тодор, да. Славный судья указывает, что было в поле к лидерам таблицы, ну или, правильно ли сказать, команде, которая наиболее приближена к лидерам. И проиграли они Нижегородцы. Прекрасный одиночный блок Александра Петеркина. Уступили Нижегородцы Белогорью, Зениту и Санкт-Петербурга в последнем домашнем матче. Проиграли также Локомотиву Динамо в Москве. Скримова прекрасная подача, вышибает он с приема Нижегородцев. Получается вернуть на сторону Динамо мяч. И пайп. Прекрасная защита здесь от Петеркина. Угадал он с местом, потому что даже не успел вернуться. Но не смогли Нижегородцы оставить. Эти 10-12 вели 9-7 и уже 5 мячей подряд проиграли. Держит съем Назар Литвиненко. 13-10. 13-10. Еще один мощный выстрел. Справляется Бирюков с подачей. Мяч был выбит, но теперь передача Тодора на тройном блоке справился здесь Светлиненко. И отыгрывается, справляется АСК. Долгожданные брейки находят. 14-17. Немножко подтягиваются Нижегородцы. И хорошо, что Назар Патенков держит. Очень хорошо. Держит подачу Александр. Но хороший пайп в исполнении Тодора Скримова. Довольно уверенно. Легко они держат съем. Пока ничего плохого для них в этой партии как минимум не предвещается. Мощная атака. И Шишкин прекрасно в защите играет. Бирюков четвертую зону на Скримовой. Он рискует, но Нижегородцы справляются. Будет четвертая зона. У Пятыркина атака. Хорошая подстраховка от Зеленкова. Шишкин. Первую зону Литвиненко. И с руками он. Да, конечно, здесь было касание. Я, по крайней мере, его видел. Касание у Панасенко. Что линия все-таки в итоге оказалась открытой. И чем Тодор и воспользовался. Выбитый прием у АСК. И здесь вынужденная будет атака из первой зоны. Прекрасная атака. Мощная. Петра в ход. Справляется Нижегородцы. Очень мало атак. В центре сетки. Планер от Константина. Выбитый прием. Приходится снизу пасовать. У Скримова будет вторая зона атаковать его на блоке. Захватенков дотягивается. Еще одна передача на Скримова. Будет фрибол. У Динамо. И пайп на чистой сетке. Идеально исполненный. Александр 2. 2-4-19. А с первой сетбол в матче. Выбитый прием у Нижегородцев. И чехлят здесь вышедшего на замену Димакова. Каленковский. Дмитрий. Ну что, пока полное преимущество наших гостей. Хорошая подача у Довгани. Но и Нижегородцы с приемом справляются. Быстрая передача на вторую зону Карпухова. И справляется он здесь. На самом деле равные цифры. Еще один мощный выстрел. Держит прием Клим. Быстрая передача. Низкаута здесь было даже для Питеркина. Прекрасная скидка. Пожалуйста. Кто следит за карьерой Бирюкова, знает, как он прекрасно умеет скидывать. Накатывает Александр. Но готов. Шишкин и в центре сетки зарабатывает шестой очко. Накатывает. Климу даже не пришлось, по-моему, даже шагать. И нужно, конечно, такие мячики подстраховывать. Причем сейчас хотелось бы увидеть картинку. Подряд для Нижнего еще одна подача справляется. Уже который раз есть. Есть прием, но нет съема у Ленинградской области. И, наконец-то, забивает 11 очко. На подачу у Ленинградской области были у него уже эйсы. И много раз он усложнял. Но Клим Ажухин держит съем. И будет у него атака. И прекрасно попадает в угол пятой зоны. По-моему, 3 из 3 сейчас у Клима. Накатывает. И готов Зеленков. На Клима во вторую зону. И скидывает. 4 из 4 у Клима. Браво! Назар, Литвиненко. Прекрасный прием. Зеленков организует. И редкая атака в центре сетки, кстати. Клим организует прекрасный прием. И Петеркин хороший съем из четвертой зоны. Вообще, удачный выход Клима. Пусть он забьет, даже если будет туда передача. Видимо, потому что нижегородцы мало действительно сегодня в центре. Атакует какой красивый пайп. В центр площадки Бирюков его вколачивает. Клим Ажухин. Ну, нужно рисковать. Я не думаю, что здесь нужно играть на контроле. Ошибается Клим. 25-20. 2-0. Динамо, Ленинградская область впереди. Вновь какое-то сокрушительное начало для нижегородцев. Есть прием у АСК. Еще одна передача в вторую зону. И на этот раз хорошо. Вновь претензии у Бирюкова к качеству скидки. В области Клим Ажухин. Планер Бирюкова. Он прекрасно справляется. Тюшкевич здесь одной рукой его оставлял на Каленковского. Будет еще одна атака. Еще защита. Здесь немножко, наверное, Даня Ищенко поторопился. Потому что мне показалось, что у кого-то с рук он снял. Но у нас там сзади защищался. Наверное, Александр Петеркин. Давайте посмотрим. Ленинградская область, наоборот, стала немножечко еще хуже принимать. С 38 до 33 у них. Процент упал. Попадает здесь Петеркин. Площадку 5-6. И 50 процентов в атаке. Ленинградская область по-прежнему намного лучше атакует. Прекрасная атака по линии. Но неужели сохранят? Сосновоборцы прекрасно достают. И не получается здесь у Константина Кюшкевича мяч. Этот на сторону АСК перевести. Но я аплодирую защите. Динамо. Итого уже 10 блоков на конец второго сета. Не будет ничего опасного со стороны нижнего. Фрибол они на сторону соперника отправляют. И здесь Пайп на одном блоке. Константин Панасенко ничего здесь не может поделать с Бирюковым. 7 процентов и 50 процентов в приеме. С одной ошибкой находит Клим и здесь Тодор Аскримова во второй зоне. Мы увидим перерыв от Динамо и О. Здорово здесь как Литвиненко затянулся. Потому что немножко показалось не совсем понятно, точнее, кому эта передача была направлена. Ну и прекрасное блокирование Димакова здесь. Дождался он Довганя. И 13-14. Какие-то отголоски женского волейбола. Серийная мяча. В Ленинградской области справляется Нижегородцы с приемом. В четвертую зону быстрая передача на Антонова. Будет еще одна доигровка у АСК. И все три сетки оставляет. И Довгань там так близко находился в защите. Даже практически получилось сыграть. Почему нормальный? Потому что, ну, были там стыки. Ладно, пусть он будет не идеальным. Оставляет здесь Нижегородцы мяч в игре. Будет еще одна атака. В четвертой зоне у Питеркина. И, к сожалению, к сожалению, и Александр здесь ошибается. И уже 21-16. 21-21. Справляется с приемом Шемкель. Есть защита от Дани. И не справляется с застройным блоком. Кремаджухин. Не в концовке. Немножко будет защита. Нужен съем Нижнему Новгороду. Антонов из первой зоны. Есть прекрасная защита у ЭЛО. И здесь Назар Литвиненко будет атаковать. И очень мощно. И чуть-чуть здесь, наверное, не везет. Где-то Нижнему или везет ЭЛО. 24-20. У нас первый матчбол. Денис Шенкель на подаче. 18-й номер. Молодой доигровщик гостей. Ну что, Клим будет в четвертой зоне атаковать. И была защита. И отыгрывается. 25-е очко Динамо. Ленинградская область набирает. 3-0 на табло. Увы, сухое поражение. Нижегородцев. Ну а я, Александр Федонин, прощаюсь с вами. Поздравляю вас с наступающим 2024 годом. Желаю вам крепкого здоровья. И здоровья вашим близким. Берегите себя. Также много вам, много яркого волейбола. До свидания. И хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин